сегодня хочу поговорить о разводе как пережить развод все сталкиваются с расставаниями но развод то бишь разрыв без боли невозможен и насколько он болезненный для вас зависит от того кто был инициатором инициатором были вы ваш муж или вы оба приняли решение по мирному расстаться если вы захотели расстаться то тут все намного легче если оба то уже поправимо а вот если бросили вас и вы все еще любите этого человека тогда давайте разберемся как жить дальше чтобы не довести себя до депрессии и так топ-7 советов первое наводим порядок своей голове и мыслях конечно же успокоиться сразу у вас не получится нужно время время это самое ценное что всегда не хватает и только она лучше советчик и лучшее лекарство нужно принять то что уже случилось и исправить уже ничего нельзя но если только не заново жениться но это за исключением тех редких случаев когда люди снова сходятся вы знаете у меня был один пример одной семейной пары когда они два раза разводились и всего не женились три раза их философия была такова что они расходились делали паузу переоценивали все минусы и плюсы но все это время они общались и не теряли друг друга из виду случается иногда что жизнь разводит людей только для того чтобы показать обоим как они важны друг для друга и самое важное что чувства их не остывали а когда они делали перерыв и снова сходились то их отношения каждый раз переходили на какой-то новый уровень когда они четко осознавали важность их жизни вместе они порознь но это все благодаря или вопреки тому что расходились они не по причине того что кто-то у кого-то появился это были какие-то ссоры непонимания разногласия что-нибудь снова не так второй пункт это не стоит сразу искать другого а тот вариант что вы знаете найти отдушину чтобы залечивать раны пока вас кипит эти эмоции обиды злость будет неправильным пока вы на холодную голову не проанализируйте и не отпустите ситуацию новые отношения строить рано полюбить так быстро вы не сможете пока не пройдет это эмоциональная привязанность бывшему и для этого нужно время тем более что первое время вам захочется излить душу поговорить о наболевшем а говорить о бывших в новых отношениях это табу так ничего нового не построишь это знаете как иметь кирпичи и не иметь цемент чтобы строить крепкие стены поэтому третий пункт не вредите и не мстите бывшему помните слова великого марка цицерона худой мир лучше доброй войны рассказывать вашим друзьям или каким-то общим знакомым при встречах какой ваш муж плохой да это бессмысленно и не экологично вы только навредите себе они ему ему все равно рано или поздно слухи до него дойдут а вы постоянно мыслями будете возвращаться к нему все это вспоминать прошлое где вас настигла трагедия от этого ведь ничего не изменится поэтому четвертый совет не сжигайте мосты если уже вы развелись то расставайтесь мужчина недостойно недавно вышло интервью на youtube канале ксении собчак с матильдой шнурова где она говорит о разводе с сергеем этом сказала очень правильную вещь я даже себе ее записала когда чувства уходят не нужно портить то что было мне кажется что важно при этом например расставание которых у нее произошло в этом году там несколько важно сохранять все-таки вот эту память о том что было прекрасно потому что на этом можно выбраться когда ты себе просто не позволяешь что забыть на самом деле ты там не знаю влюбленность чувствую там благодарность какие-то вот эти вещи но вот это прошлое это был не фейк просто вот как у какого-то живого организма закончилась в своей жизни и все просто поблагодарите судьбу за все хорошее что было и за тот опыт который у вас уже есть не стоит винить ни себя ни его потому что в разводе всегда виноваты оба пятый совет не ищите с ним встречи если вы горите желанием встретиться с ним по какой-то причине то я советую первое время все-таки выждать и самой не проявлять инициативу вам придется с ним встречаться тем более если у вас есть общие дети но помните как говорил статья популярный лектор активный интерес женщины всегда порождает пассивный интерес мужчины если у него появится желание вернуться вы первое об этом узнаете не знаю я таких случаях чтобы все-таки это как-то помогало женщине вернуть мужа не проявляйте инициативу так что затаились стараемся жить своей новой жизнью встреч не ищем шестой пункт начать все с чистого листа важно понять что все что с вами случилось это не конец всего а лишь конец одного этапа вашей жизни и начала новой более лучшей и счастливой если уже отношения были не в радость то возможно вы сняли себя определенный груз знаете это как чемодан без ручки который уже тащить невозможно и бросить жалко избавьтесь от всего что вам напоминает о бывшем выбросите все мысли и вообще уберите его вещи с глаз долой даже хорошо бы заняться ремонтом чтобы вам ничего не напоминало о нем последнее седьмой совет будьте все время чем-то заняты именно в этот период очень важно себя занять по максимум не только работая досугом посещайте премьеры выставки запишитесь на какие-то танцы может быть курсы визажа мастер-класс по кулинарии какие-то уроки рисования тренинги фестивали в общем все то что будет вас отвлекать чтобы у вас даже не было минутки вспоминать о прошлом и поставьте себе цель не менее четырех раз в неделю посещать какие-нибудь новые места и раза два три месяца обучаться каким-то новым навыкам сначала заставляйте себя улыбаться через силу а потом это уже войдет в привычку и вырабатываем три навыка удовольствие в день приучите себя вечером перед сном вспоминать три самых приятных момента которые происходили с вами в течение дня посмотрите потом это войдет в привычку и уже поможет вам мыслить позитивно так что девочки мои дорогие если что-то теряешь то по закону природу обязательно найдешь лучше чем у вас было потому что у вас есть уже бесценный личный опыт и уже новые отношения вы будете строить исходя из анализа прошлых ошибок и помните мое любимое выражение что мужика и трамвай никогда не догоняй если ушел сам то скатертью ему дорога дайте ему еще хорошего пинка чтобы не загораживал проход новому мужчине в вашей жизни я желаю вам быть счастливыми всем пока